Я тебе сказал, что закончить, будем с вами заниматься. Будете разговаривать, все спонсорировать. Помещайте. Вот еще одна просрочка. Слушай, ну хороший улов. Это не просрочка. Как это не просрочка? Это не просрочка? Серьезно? Не трогайте наш товар. Так это просрочка или нет? Нет, да, это наша проблема. Ну это да, я согласна. Да, я считаю, это тоже как просрочка. Это перекладывание вины. И это конкретно ваша вина. Это наш косяк, согласна. Если вы так хотите, у нас просто не было прокладывания. Вот тоже неправда. Странно. Вы директор магазина, не в курсе. Там просто хакеры у нас. Хакеры? У нас, к сожалению, нет машины на такое времени, чтобы быстро к вам переместнуться. Он бы еще сказал, сквозанул. Вы переводите стрелки на них. По фене начал ботать, я так предполагаю. Подождите. А что, подождите? Подождите. А что там? Мы закончим, и мы с вами будем долго заниматься. Серьезно? Да. Я не тороплюсь. Звучит как угроза. Так, стоп. Знакомые глаза. Где-то виделись. По глазам узнаем. Как у вас дела? Работаете? Серьезно? Так, подождите. Работаете или службу несете? Рыба должна быть в маске? Ну, я думаю, что нет. Именно защитную. Не медицинскую, не гигиеническую, а именно защитную. Напечатать. Напечатать могут. И не подписать. Ну, сошлись на норму права, а не личное мнение выражать. Остановление губернатора. Не вступает в силу со дня его подписания. Подписи нет. Подписи нет. Документы подписаны и хранятся у бизнеса. Вы нас доставлять будете? Наше дело предупредить, если кто-то подскользнется. Обман покупателя. Семь рыб. На общую сумму примерно 300 тысяч. Я усматриваю коррекционную составляющую. Зачем людей травить просрочкой? То есть вы сейчас за собой вообще вины никакую не чувствуете? О чем говорить? За качество, значит, вы не отвечаете. Я согласна. Просто да, это наш косяк. А с кем ты связь там держишь? В общем чате. А? В общем чате. А, в общем чате. И сколько у нас там этих деятелей таких? Сейчас, на данный момент. Много. Сколько человек? Пять, шесть? Больше? Больше? Намного больше. Что, серьезно? Что себе? Вот это да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать четвертая, четырнадцать, ноль-ноль. Что уже идет? Да я не собираюсь это покупать. Ну, просто при оформлении, скажем, вот еще одна прострочка. Тоже изымайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слушай, ну, хороший улов. Вообще хороший. Девушка, здравствуйте. Подскажите, нам нужен директор магазина, либо зам. Угу, все с вами. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Вы кто? Я директор. Директор Татьяна Борисовна. Здравствуйте. Общественная организация по защите прав потребителей. Угу. Просрочечка у вас. Татьяна Борисовна. Да это не просрочечка. Как это? Как это не просрочечка? Как это не просрочечка? Сегодня какое число? У нас не сами проблемы, да? Ну, конечно, это нарушение. Что вы сказали? Вот, пожалуйста. Это не просрочка? Я вам сейчас могу показать именно документ, который идет на коробке. Просто это у нас весы сейчас. Проблема с весами, со всеми. Я сейчас как раз это все делаю. Серьезно? Да. Это уже как бы к делу не относится. Мы товар взяли с полки. Он уже наш. Смотрите, однако. Но мы его еще не оплатили. Мы можем предоставить срок годности на этой рыбе. Так он уже написан. Вот, на маркировке. Вы согласитесь, заморозка не может быть. Изготовлено на 23-12, выводим на 24-12. Я вот что вижу, то и говорю. Девушка, девушка, не на... Нет, нет. Отставьте, вы по поводу, что зафиксирует. Я просто... Не трогайте наш товар. Не трогайте. Это наш товар. Мы уже взяли его с полки. Как-то можете порекомментировать? Ну, я говорю, проблемы с весами. Заявки есть. Так это просрочка или нет? Нет. Извините, девушка, вас не спрашивают. Вы заместитель директора магазина? Мы сейчас разговариваем с директором. Хорошо. Татьяна Борисовна. Это проблема технического. Да. Да, это достаточно. Так как предоставить, ну, хватит. Поэтому, да, это наша проблема. Да, это... Ну, это действительно техническая проблема в весах. Серьезно. Я вам могу предоставить именно с коробки всю информацию. Дай пакет, пожалуйста. А что вы скажете вот на это? Спаржа. Дата производства. Годен тут написано. Дата изготовления 16 ноября 2021 года. Здесь что не так? Годен. Подождите, сейчас разберемся. А. 16 ноября. Срок годности 30 суток. Ну, это да, это я согласен. Семь суток. То же самое с тортом. Смотрите, по боку ВВБ, да, вот написано В, максимум 7 суток хранения. У вас по боку ВВБ 11 декабря, а годен до почему-то указано аж на 15 суток вперед. Ну, это производитель. Да, я считаю, это тоже как просрочку, но это производитель. Это на год. Производитель не знает. Нет, это понятно, да. Но вы же выставляете это на прилавок. И покупатель берет у вас прилавка и идет, оплачивает товар. Правильно я понимаю? Ну, я просто... У них сейчас меняются все сроки годности. Поэтому мы не всегда... Нет, это называется перекладывание вины. Нет, я принимаю вот за это, да, я принимаю свои... По сути дела, это ваше, конкретно ваша вина. И это конкретно ваша вина. Нет, это техническое. Вы с этим я могу просто поспорить, как бы, ну... А что тут спорить? В 7 утра вы истет срок хранения. Нет, дело в том, что спорить это вы не с нами будете. Это будет ваш представитель оспаривать это дело в суде. Но здесь четкие и ясные доказательства. Что я как потребитель пришел в магазин, загрузил, скажем так, тележку. И пошел оплачивать товар. Но мы единственное, что не оплатили, потому что мы увидели, что здесь является просроченный товар. Понимаете, в чем дело? Ну, просто это дело в том, что это даже неправильно промаркировано. Это СПМ промаркировано с тем, что вы уже не наше. А тут все равно административка. Согласна, да. И так и эдак. Это наш косяк, согласна. Это вы уже перед Роспотребнадзором будете оправдаться. Кстати, спаржу и торт мы купили вчера. Чеки есть. Давайте сделаем возврат или обмен. По чекам мы сделаем возврат. А все вместе мы сейчас будем вызывать полицию и оформлять. А нельзя так-то без этого? А как можно по-другому? Показать вам срок годности этой рыбы. Девушка, будьте добры, пожалуйста. Я вам уже неоднократно делал замечание. Отойдите, пожалуйста. Мы с директором поговорим. Это мой зам. Я понимаю. Но она постоянно вмешивается в разговор. Просто действительно на рыбу я вам могу предоставить информацию, которая именно срок годности, заморозки именно этой рыбы. Просто ее промаркировали. Во-первых, СПМ. Это которые дефростированные рыбы. Да, она если 23-го, то 24-го. У нее всего сучки. Татьяна Борисовна, я понимаю, что вы хотите как-то нам доказать, что вы не являетесь нарушителем. Но по факту вот это приклеено здесь. Товар лежит здесь. Мы идем на кассу, оплачиваем товар. Получается, что товар просрочен. Ну, ваше право. Ничего сказать не могу. Ваше право. Если вы так хотите... Будьте добры, пожалуйста. Это наш товар. Вот данный оплачен. А этот у нас в телеге. Мы его, возможно, купим. Да. Ваше право. Я вам ничего сказать не могу. Благодарство. Все то, что мы хотели от вас услышать, мы услышали, оповестили. Мы намерены вызвать полицию и оформить все по этому. Ваше право. Все. Благодарство. Договорите с тобой. Звони. Если вы так хотите, хочу право. Участковая группа, либо оперативно-оследственная группа. Юности 8, да? Юности 8, да? Алло, здравствуйте. С вами говорит Организация по защите прав потребителей Дмитрий Викторович. Я попрошу либо следственную группу, либо участкового по адресу... Юности 8. Юности 8. Магазин Перекресток. Старшина полиции, Лукин. Все ожидаем. Спасибо. У нас, значит, много просрочки товара в магазине Перекресток. Надо зафиксировать, и будет составлен либо протокол на месте, либо будет составлено заявление. Протокол осмотра происшествия. Нужен протокол осмотра происшествий. И под ответственное хранение еще сдать. Либо им, либо магазинам. Происшествия... Происшествия... Просроченный товар. Есть приобретенный сухчестер, и есть просроченный товар, но на ветеринах магазина. Все это загружено в тележку, и ждем вашего... Мы фиксируем аудио-видео протокола. Но вы же можете поставить протокол на месте прямо сразу без судебного разбирательства. Это может сделать либо следственная группа, либо участковая по данному району. Ну да, они просто промаркировали ее неправильно. Видишь, я стою носки. А, это стою. А нужно заморозиться. Значит, представитель подворка Уссута общественной организации по защите прав потребителей. Да, так точно. Все ожидаем. А что у вас там, говорят, акцию хотят отменить, да, совсем? Ну вот это, за качество отвечаем. А? Я стою по качеству. Нет? Нет, по качеству. А там вроде как... Сейчас сколько процентов возвращают? Говорят, нарубина отсюда у вас не хватает. Ничего не слышу. Отсюда, вот если с этого всего, будет одна рыбина. Одна рыбина? А как же баллы? Ну, баллы начисляются, да. А баллы сколько процентов от стоимости? А баллы, посмотря на сколько у вас выпущено. Ну, допустим, ну тут примерно на 50 тысяч. Ну, там есть же четкие условия. Вы не читали еще что-то? Не помните? У вас никто возврат не делал? У нас просто не было проходящих. Вот тоже неправда. Где-то недели две назад мы делали возврат. 50 процентов нам вернули. Тоже не в курсе? Ну, нет. Месяц назад? Месяц назад. Не ввели. Да. Но дело в том, что я не могу сказать, сколько вам вернут. Не я, на считывание. Я пишу заявку, а они уже на считывание. Ну, на данный момент вы не знаете, сколько процентов. Нет, я не могу. Вам скажу, сколько вам баллов вернули. Странно. Вы директор магазина и не в курсе, сколько баллов должно вернуться. Потому что баллов возвращают не я. Ну, я понимаю, что не вы. Но вы должны быть в курсе. Но я заявку дам, а они уже заявлены. Вас обязаны оповещать, я не знаю, по корпоративной почте или еще как-то под роспись с условиями акции за качество отвечения. Татьяна Борисовна, у тебя знакомо? У нас есть нарушение? У нас есть. Да, да, нет. То есть вы понимаете, да? Ну, примерно сколько? Ну, процентов 10 там начинается. Что-то слухи ходят, говорят, что будут отменять эту программу. И лояльности. И лояльности, и за качество отвечаем. Не знаете? По-моему, никакой информации нет. У нас просто проблемы с лояльностью. Да. А что за проблемы? Ну, там просто хакеры у нас. Ну, я тоже про это слышал, что вас кто-то взламывает, и из-за этого вы вынуждены понижать процентную ставку, чтобы народ не злоупотреблял. Ну, нет, мы не понижаем. Баллы начисляются так же. Единственное, с писаниями, меньше у нас списаний сейчас идет. Ну, то есть... 50% всего вы можете только списать. 50% можно оплатить товаром по баллам. Да. Ну, вот, получается, по лояльности минус 50, и по просрочке тоже минус 50. И в итоге выходит 25. Мы тогда вас не задерживаем, мы ждем полицию, как только приедет. Вы знаете тогда, да? Да. Через Кассирова, да, можно позвать? Да, тогда вы можете, в принципе, возврат оформить на Сортикс. А это после оформления полиции. Благодарствую. Так, ну, что, я думаю, пока они едут, надо сразу им написать, да и все выручить. Так, а зачем? Они напишут, вот текст им дашь, пускай сами пишут. Устное обращение, примите, вот текст. Здравствуйте. Интересно? Нет, не работали, это что делают. А морщинки на глазах-то появляются. А? Морщинки на глазах-то появляются. Да, конечно, там еще раз это. Значит, человек улыбается под маской. Скорее всего. Да? Ну, если морщинки на глазах появляются, значит улыбается. Да? Да, потому что. Там же из-за горит. А, вы из-за этого морщитесь, да? Да. Да. Семь рыб, по каждой по 4 тысячи. Есть 4, есть 3900. Так, Жуматаева, Ускерова, Альбеева, Ловчикова, Салахуддинова, Иванова Алена. Слушай, а что-то я зам-то другая была. Нет, а почему я не подписан на эту замдиректора? Вот, вот же подписано. Замдиректора, замдиректора. А замдиректора другая подходила. Переназначена, что ли? Так, во сколько ты вызвал? Примерно 14.30. Через полчаса контрольный звонок. За 4 часа вызывает. Маякорского 19. Так они же не любят эти моменты. Их сейчас там проконсультируют, что надо сделать, как надо сделать. Там не на полотенник, там на 28 тысяч примерно. На 25. Я думал, там 2-3 рыбины, как начал вытаскивать. Ну вот, смотри, Нина подходила, да? Замдиректора Нина. Ее тут нет. Нины нету тут. Вот она, директор, подходил. Татьяна Борисовна. Смотри, вернем деньги за товары. Не важно, почему вы передумали. Вы или мы? Какая вкусняшка. Кофе. Вон, видишь, все фасует. Начали проверять все. Что, звоним в полицию? Полиция, звоним? Труппы не берем. Пятый грудок. Мои телефоны везде есть. Я для тебя-то не могу выступать, а так? Они либо сбрасывают, либо трубки не берут, либо сразу он выйдет. А кто отпустит? Короче, я туда, наверное, во все поднесу, галочки, да, поставлю. УВД Сургута, дежурная часть, Сорокин. Представьте, пожалуйста. Сорокин. Сорокин. Подскажите, пожалуйста, на юности 8, полчаса назад был вызван участковый, либо оперативно-следственная группа Гордеев вызывал. До сих пор нету, наверное, никого. Все, я читал вашу информацию. Давайте с дежурным 2-го отдела полиции соединяем. Давай. Сколько прибудут сотрудники, спросите. 2-го отдела полиции, Кулаков. Как еще раз фамилия? Кулаков. Кулаков. Подскажите, на юности 8 вызывали участкового, либо оперативно-следственную группу по поводу просрочки. Полчаса прошло, до сих пор никого нет. К вам инспектор выехал. Выехал? Да. Тут же ехать 5 минут. Вы не в первую очередь. Ага. Он сейчас заедет, трупы отработают. А через сколько он будет? Не могу подсказать. А кто выехал? Участковый, да? Багиров, да. Багиров? Да. Ага. Ну, добро, ждем. Благодарство. Я его, блин, за бешеные деньги брал. Ты чего? Точно. Я хотел только сказать, Игорь, как о жмурках за бешеные деньги взял. Что он там, говорил, три часа торговался за него. Как самоаппарат. Видел же жмурки. У тебя нету там пластины? Если сумма иска до 50 тысяч, тогда мировой сумм. Если сумма иска свыше 50 тысяч... Не 500? 50 тысяч. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас, оперативный дежурный. Что, я еще не оставляю? Так точно. Да? Ну, смотрите, у вас не обязательно, в принципе, нацикать, пока вы приедете. Ну, вы можете, да, я как-то хотел полиции на Майдорске, и у нас не писать заявление. Нет, нет, нет. На месте происшествия ждем. Смотрите. Мы ждем на месте происшествия. Тут один момент. Надо зафиксировать. Надо это все будет, ну, не знаю, как-то опломбировать. В любом случае нужна ваша фиксация. Сейчас, момент, подождите, я включу на громкую связь. Погибли. В отдел полиции приглашал? Да. Да, алло. Вам сказали, что я нахожусь на другом месте происшествия. У нас, к сожалению, нет машины на такой времени, чтобы быстро к вам переметнуться. Сейчас я закончу на место происшествия и сразу к вам приеду. Как вы сказали, переметнуться? Вы что, меня за слова цепляете, как я что, говорю? Не, не, мы вас просим приехать сюда на место происшествия. Я не говорю, я хожусь на место происшествия. Как только я тут заканчиваю свою работу, я сразу еду к вам. Отлично. Через сколько будете? Не могу ничего сказать. Зависимо пробки. Примерно полчаса. Ну, думаю, за полчаса успели. Давайте ждем здесь на месте. Все хорошо. Благодарствую. Благодарствую. Что мы тут переметнемся, что ли, к вам? По фене начал ботать, я так предполагаю. А у нас тут потоп начинается. Девушки, а можно нам тряпку какую-нибудь? Просто рыба начала таять, я опасаюсь, что посетители могут подскользнуться. Под тележку положить тряпку какую-нибудь? Это же опасная ситуация, подскользнуться может быть. Я что опасаюсь, что вот кто-то может из детей, из взрослых пройтись, ну, подскользнуться, да. И тряпочку вот сюда. Татьяна Борисовна. Вот сюда бы тряпочку какую-нибудь положить. Ну, я не могу тряпочку вам вынести, это некрасиво будет. Ну, наше дело предупредить, если кто-то подскользнется. Все, ответственно сняли. Осторожнее, осторожнее ходите, скользкий пол. Он бы еще сказал сквозану. Я все к вам сквозану, типа. Как он сказал, переметнусь? Сейчас уже есть. Это уже чтобы с малых лет. Пиливали, приучают, да, Сашала. Такие баношки красивые для детей. Да, да, да. В Москве уже приехал участковый. Да, ладно. Да, 12 минут назад. Что там, рыба капает до сих пор, да? Иначе получается самоуправство, да? 28 минут прошло сезонка. Полтора часа уже полиция едет. В Питере участковый приехал. А с кем ты связь там держишь? В общем чате? А? В общем чате. А, в общем чате. И сколько у нас там, эти, деятели таких? Сейчас, на данный момент. Много. Ну сколько человек, 5-6? Больше? Больше? Намного больше. Что, серьезно? Что себе? Вот это, да? Че, давай 102 звонить. Жалобы оставлять. Сейчас Багиру звоним. Если он не скажет, что через 5 минут приедет, тогда с вами жалобы. Ответствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Ответствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Какой стюжный список, господи. Ответствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Ладно, я не буду. Кругого номера. Приветствует автоответчик, оставьтесь Ну все, 102 тогда Здравствуйте Здравствуйте Вы Багиров, да? Да, Аруха Вот, примите, пожалуйста, заявление Вы-то кто? Обнаружили просрочку Вы мне так и не представили? Сейчас я представляю Вот он звонил Ну вы же со мной разговариваете У меня фамилию спросили, я у вас спрашиваю фамилию Фамилию? Да Фамилию Берсона? Да, вы кто? Общественная организация по защите прав потребителей Рубин Гуд Гордея Дмитрия Витальевич Прям Рубин Гуд? Прям Рубин Гуд? Прямо Рубин Гуд так есть Так, у меня сообщение было указано, что купили или не купили? Часть купили, часть обнаружили просрочку в холодильнике Так, а купили что? Сейчас, подождите секундочку, секундочку Подождите Нет, так вы его полномочия убедитесь Сейчас я с вами разговариваю, подождите Так он, ну заявите Ну вы же со мной, я это Я поздоровался, что я не могу поздороваться? Я вам сейчас все разъясню Я вас сразу уведомляю, что ведется видео, аудио, фиксация, протокол Значит, вот моя доверенность на представление юрлица Вот мой паспорт А там что еще? Полностью пакет документов Встав и так далее Федеральный закон о поляне Ошибаетесь, по требованию там написано Статья 4 Просьба, требование Большая разница Большая разница Багиров Юрий Геннадьевич До 04 февраля А нет, вот До 04 февраля 2026 года Старший лейтенант полиции Оперативный дежурный Дежурный часть Все? Ознакомились? Будете рассказывать Теперь рассказываем Значит, смотрите Были приобретены, приобретены продукты Парша Торт И торт С просроченным Годным Вчера Приобретены Значит, есть Приобретали вчера? Да На то есть подтверждение То есть чеки есть Чеки Доставать это у меня неудобно Папку держать и доставать Так, чеки где? У меня? Пожалуйста, вот 16 ноября дата изготовления Ну А срок хранения написан 30 суток То есть 16 декабря срок вышел 30 суток Можете сфотографировать и увеличить Там четко видно Я видел Так Торт Вот смотрите Литера Б написано Это является дата изготовления Тут написано срок годности 7 суток Это по литере А По литере Б тоже 7 суток Хотя годен написано с прибавкой 15 суток То есть вот заблуждение Обман покупателя Предполагаем А чек? Чек есть с собой Это Приобретенный продукт Да А это вот сегодня выявлено Сегодня выявлено Просрочек Примерно 7 рыб На общую сумму примерно 300 тысяч Сейчас, секунду, я разберусь какой-то Так, это спаржа А это на пирог Сейчас, секунду Ой, торт Фотографии есть Могу перекинуть на телефон На что сразу вчера не обратились? Только сегодня обнаружили Так, заявление вы уже подготовили? Да В устной форме Примите Ну смотрите Когда я задаю вам вопрос Вы говорите Что я не буду с вами разговаривать Разговаривайте с представителями Секунду Я подсказываю Я его защитник Заяви, что я его защитник Подождите А что? А что подождите? Подождите Когда я разговариваю с вами я Так Вы переводите стрелки ныне И тут же мне задаете начинать Нет, я ему подсказываю Я с вами не разговариваю Давайте это будем с ним разговаривать Хорошо 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 Ведите диалог со мной, да? Значит Вот пример заявления Участковому на магазин Прошу вас Привлечь к ответственности А вот Я вам дам бланк Я вам дам бланк Переклёсток Нет, нет, нет Момент Вы дослушайте, пожалуйста То есть это называется Учное заявление То есть я спрашиваю Вы будете писать заявление Или вы будете в устой форме Я же вам вот озвучу У меня есть бланк И принятие специально устного заявления Ну давайте мы не будем сейчас Перепираться и на такие нюансы Скажем мелочи Подождите У вас там нет Есть устное заявление Правильно? На данный момент Я сейчас у вас буду принимать Своему бланку Вы сначала дослушайте А потом вы сделаете Свои выводы И соответствующие Да что, давай не тратить время Пускай принимает устное обращение Ты просто под диктовку скажешь И всё Ну давай Главное это Осмотр вместо происшествия сделать Сфотографировать витрины И под ответственное хранение Товар принять и всё Зовите Вы сотрудник охраны здесь У магазина Директор магазина, пожалуйста Зовите Директор магазина Подовите Юности 8, да? Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Инициативного правонарушения Данный материал Продолжение следует 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 на это 50 народ напишите как звука качество у нас немножко водопад происходит рыба давно уже сколько два часа разморожена описываем товар просочен в принципе протоколе ждали покупатели давайте с протоколом сначала разберемся с просрочкой какой маск обычная а может средство индивидуальной защиты согласно госту вы от меня требуете просьба отклоняется если вы если вы предъявляете законное требование тогда назовите с ошибки на норму права который вышел в этом году в мае 20 мая вы можете показать подписаны а вы правило делопроизводство знаете вы образованный человек документы подписаны хранятся у бизнеса а остальные документы открытого доступа они находятся в официальном сайте Дмитрий Дмитрий не отвлекайся пожалуйста давай с просрочкой разберемся сначала пожалуйста все в вашем распоряжении но судя по этикетке это лосось вы фиксировать будете где надо витрины сфотографировать иначе вам Роспотребнадзор это вернет материалы надо обязательно витрину сфотографировать все равно вернуться да подождите подождите сначала в этот протокол осмотре место происшествия фотографирование витрины давайте все последовательно делать сколько время может действительно на стол переместимся так не надо пускай здесь будет так что составляется протокол да интересно просто протокол дмитрий так он не ознакомил еще попроси чтобы ознакомили спроси хотя бы что составляет какой бумаги пакетик заберите ваш так это же простройщик тоже вы будете возвращать мы его не будем взимать нет хотите займите как реквизит везде дата стоит 24 декабря 7 утра 46 минут или 48 что не рассмотрю то есть сегодня 746 с круглодности истек а не вон там да заяви меня защитником мне тоже хочу общаться и так зачем ну если будут сложности заявим заявить мы всегда успеем какие сложности пока все по закону в норме в норме права вы опять ко мне обращайтесь это опять просьба это требование просто требование или законные требования законные требования сошлись на норму права нет я не отказываюсь сошлитесь на норму права нет я не отказываюсь нет это ваше мнение личное я же вам говорю давайте по просрочке сначала закончим ну а вы уже вторую попытку делаете если вы назовете законные требования у меня с собой я одену не вопрос просто сошлитесь на норму права она уже была звучит какая постановление губернатора какое номер 320 по вашему или 320 точнее можно понятно вы попросите ее письменно посмотреть нет вы в телефоне будете искать конечно я бы хотел в письменном виде посмотреть вот вы начинаете мне вот поэтому сейчас мы закончим не ну вы у человека паспорт попросили он же вас не отправил в интернет смотрите там ну закончил ну так я вам о том же и мы с вами будем долго заниматься серьезно я не тороплюсь звучит как угроза так ствол серьезно это по моему мнению то есть вы считаете что я вам угрожаю можете написать заявление я у вас его нет я не считаю я предполагаю так раз два раз два ты не знаешь согласно этому постановлению губернатора рыба должна быть в маске ну я думаю что нет нет я думаю что нет но это мое сугубо личное мнение а если я могу и ошибаться да надо вот запросить я предполагаю что там даже такое могут написать ну как написать напечатать напечатать могут и не подписать бумага говорят все стерпит да ну да это же не замороженная рыба конечно которая тает и течет здравствуйте это неправда никто не отказывался а чё у нас это за маски водил доставляют видимо а видимо да у вас уведомляем гражданин полицейский идет аудио видео 00 23 15 прекрасно номер будьте добры согласно федерального здравствуйте здравствуйте будьте добры номер значка 00 22 53 а как по имени можно обращаться по имени можно обращаться Сергей да 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 Сергей, кто по званию? Старший лейтенант ко мне обратился, говорит, оденьте маску. Я говорю, это требование или просьба? Он говорит, просьба. Я говорю, вашу просьбу отклоняю. Все это записано в прямом эфире. Ну, просьбу я отклонил. Он потом говорит, опять, оденьте маску. Я говорю, это законное требование или просьба? Он говорит, это требование. Я говорю, это просто требование или законное требование? Он говорит, законное. Я говорю, сошлитесь на норму права. Он говорит, по-моему, постановление 320 губернатора. Я говорю, по вашему личному мнению или точно? И он не уточнит. То есть как только он мне назовет, сошлется на норму права, я тут же это исполню. Пока я что-нибудь нарушаю сейчас? Я вас не задерживал. А вас кто вызвал? Что? Вас кто вызвал? Какая разница, кто меня вызвал? Ну вам зачем? Ну у вас к нам претензий нет пока. Я правильно понимаю? Я к вам не обращал. Все, все. Мы к вам обратились. Мы ко мне обратились. Я вам пояснил ситуацию. Я считаю, что я ничего не нарушаю. Если от меня потребуют, законное требование придевают, у меня с собой есть. Ну такая штучка, все нормально, вот, все есть, одинок, не вопрос. Ну сошлитесь на норму права, а не личное мнение выражайте. Понимаете? Что доставление? Я с напарником разговариваю. А? Доставлять будете? Да. А? Вы нас доставлять будете? Мы сейчас разговариваем между собой. Добро. Просто я услышал слово доставление. Хорошо? Что еще раз? Если что-то нам от вас будет нужно, мы вам сразу все разъясним и поясним хорошо. Добро. Благодарство. Место будете фотографировать? Мы сейчас куда идем? Место, да, фотографируйте? Скажите, пожалуйста, вот вы меня снимаете на самом деле, да? А вы имеете право сказать меня? Конечно. Изучайте законодательство. Общественное место. Публичное. Раз. Раз. Нет, вы можете личное место снимать, а меня лично вы видите? Право нарушения произведено. Да. И что? Могу им снимать. Ради Бога снимать. Объясняю. Ну, если считаете, что вы правы сейчас, возьмите, подайте жалобу, обратитесь в прокуратуру, напишите заявление на меня. Если вы считаете, что вы правы. Я возьму. Кидавы. Нет. Это будет возврат делаться. Да. Смотри. То есть вы сейчас за собой вообще вины никакую не чувствуете, пытаетесь мне предъявить за съемку? Да. Я с собой вину. Ну, понятно, что вы не чувствуете ни ответственности, ни вины. Ответственности? Да. А вот вины нет. Да. Ну, так надо, наверное... Это не значит, что у него что угольности. Это что? Это что? Они туда пошли. Туда пошли куда-то. А вот это что тогда? Ну, это да. Это я согласен. Я вас уверяю, мы к вам еще не раз придем и найдем то же самое. Мы всегда рады покупать. Вот. И найдем то же самое. Так это о чем говорит? Ну, какое оправдание здесь сейчас? Проправдание? Ну, вы сейчас говорите, здесь оправдали рыбу, что вы там обсчитались с маркировкой. Ладно. А здесь задача? Здесь какое оправдание может быть? А ты человеческий фактор? Нет. А тортик у него просроченный. Как это? Непросроченный. Дефростация какого числа была произведена? Одиннадцатого числа. Он восемнадцатого числа вышел. По маркировке оригинальной он вышел восемнадцатого числа. Мы его купили двадцать третьего вчера. Это о чем говорить? За качество, значит, вы не отвечаете. А еще пытаетесь мне за съемку предъявить. Изучите законодательство. Гражданский кодекс. Административный кодекс. Там все написано. Да, вот такой порог. Показывайте. В данной морозильной камере была взята замороженная рыба, которая была положена в корзину. и вызвана, соответственно, начальник отдела и, соответственно, директор. 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 Соответственно, жду за номер. Вот за номер. Олег. Так, а спаржи и торт? Они отдельно хранились в другом месте. Про спаржи и торт не будете фоткать? Которые уже куплены продукты? Да, да, да. Рыба сегодня обнаружена, а спаржи и торт куплены вчера. Чего я вам показывал? Мы можем, скажем, поднести в протокол. Дополнимо. Или мы можем, допустим, так. А вот вы сами как хотите? Мы с вами пообщались? Может, взяли спаржу и торт? Нет, они их обязаны взять. А тоже? Конечно. Описать на ответственное хранение спаржи и торт. Нет, мы хотели обратно вернуть денежные средства. А мы вернем. Их изимите, поместите на ответственное хранение либо в магазин, либо к себе. Ну. А мы потом вернем, у нас же чеки с собой. А, ну то есть не сразу, я думаю, сразу хотите вернуть? После того, как мы закончили с вами, мы тут же вернем денежные средства по чеку. Угу. Угу. Да. Ну, дело в том, что вот эти продукты были ими. То есть я не присутствовал. Ну, а теперь мы будем сомневаться. Я вас просто уведомляю, что вот. Да, конечно. То есть я уполномочен именно по рыбе. Угу. Понимаете? То есть я подписываю именно на рыбе. Пройдемте от вас, будем брать заявление. Пойдемте. У меня то лично к вам вообще никаких претензий нет. У меня к вашему руководству есть претензии. И зачем людей травить просрочкой? Телефонное право никто не отменял. Какой телефон? Угу. 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 Бывает. Знакомые глаза? Да нет. Где-то виделись. Раз в год видимся. Ну. А вот вас не помню. Даже по глазам. Вячеслав либо Ярослав. Да. Вячеслав либо Ярослав. А вот фамилии не помню. С вами Гусев был. В налоговой три года назад. Да, в год. Ну да. Сейчас даже скажу уже где. В мировом суде. На первом даже. Да. По глазам узнаю. Да. Когда человек улыбается, у него уникальные эти морщинки вокруг глаз. Вот я по ним вас узнал. Я вас вал сюда? Нет. Вы ограничиваете мою свободу передержения? Я прошу вас отойти от меня. А я не подходил к вам? Я вот разговаривал. Расстояние полтора метра. Все нормально. Социальная дистанция есть? Какая социальная дистанция? В основании чего социальная дистанция? Не знаю. В народе говорят такая есть. В народе говорят? Да. Я вам мешаю? То есть все-таки вы все знаете, да? И так же, что маску надо надевать. Серьезно? Защитную тоже знаете. Именно защитную. Не медицинскую. Не гигиеническую. А именно защитную. Здесь защитная маска. Вас? Подождите. Давайте с прострочкой сначала разберемся. Мы же договорились. Я разговаривал. Вы мне мешаете. Это просьба или требование? Это требование мое. Отойдите, пожалуйста. Отойдите. Хорошо. Спасибо. Благодарствую. Ну, я усматриваю коррекционную составляющую. Смотрите. Может, обжал? Серьезно? Нет. Я так понял, там заявление пишется какое-то? Да. Что? На кого? Не знаю. На кого-то из нас? Я? Я ничего не знаю. Ну, имя вы что-то напомните Багирова? Я не знаю. Знаете, скажу. Валентинович? Не помню. Виталий Валентинович. Виталий Валентинович вырадил? Виталий Валентинович. ГОСТ, который гласит о том, что любое постановление и распоряжение должно быть подписано и поставлено печать. Бланки документов ГОСТа разрабатываются в соответствии с требованиями установления национальным стандартом ГОСТ 7.0.97-216. Ну, то есть там печать и роспись должна быть, правильно? Так, точно. Неуполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. Но она сейчас поменялась, кстати. 26.1. На которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. А правило, это у нас постановление правительства 417. Вот правило появления. Вот. Ну, вот на которых они ссылаются по поводу МОСТа. Вот. И получается у нас что? У нас получается, что нарушен ГОСТ. Заквизит содержащий собственную ручь на взроспись должностного или физического лица. Ну, 58. Подпись. Да. Если что мы видим, постановление губернатора. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Подписи нет? Подписи нет. Отсутствует? Соответственно. Печать вообще неизвестная такая. Отсутствует цветной герб на титульном листе. Ага. Что говорит о том, что данное постановление губернатора не имеет юридической силы? Угу. Кстати, смотри. Слово губернатора прописано, как будто это юридическое лицо. Вот я вот искал в выписке. Обслоган. Да. Причем с пробелами. Я в выписке Игрюлов искал такое название, не нашел. Нет такого юридического лица. Рекомендательного характера. Это что у нас? Это Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав Роспотребнадзор от 11.04.2020 о направлении рекомендаций по применению СИЗ. Именно по маске. Значит, тут существует именно, как раз, ГОСТовские. Вот. Маски медицинские должны соответствовать ГОСТу. Р-58-396-219. Маски медицинские. Требования и методы испытаний. Респираторы фильтрирующие должны соответствовать ГОСТу. 12.4-294-215. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты оранжевого контроля. По-моему, заканчивают. Подождите, а куда убрать? Это же надо протокол изъятия и на ответственное хранение просрочек. Как у вас дела? Отлично. Как видите, работаете. Работаете? Да. Серьезно? Вот, не несет. Так, подождите, работаете или службу не несете? А? А иногда работаете? Нет? У вас в полиции не замечали? Часто бываете на Маяковском 19? В головном вашем офисе? Редко. Редко? Ну, если будете там, обратите внимание, там написано «Служу народу», «Служу закону», «Они работают по закону». «Не коверкаю, вы же сами сказали, работаете». Что, не так, что ли? Да нормально все, ешь по-доброму, по-хорошему. Дмитрий, это что такое? Так, а что, написал бы все объяснения, данные в этом сообщении? Я сказал, что закончим, будем с вами заниматься. Будет разговаривать, все скомментируем. Обещаете? Прошли к холодильнику, увидели, да, сразу. Слышь, вы зашли и сразу направили? И сразу церемонаправили. Увидели? Увидели просрочку, да. Я с вами разговаривал, никто не мешал. Ничего не мешало? Ну так все, я только говорила, не мешайте. Этого достаточно. Так, получается. Вы обнаружили, взяли тережку. Взяли тережку и сделал звонок. Обнаружил. Дерекцию сообщили. Совершенно верно. Татьяна Борисовна, моментом покупки считается взятие товара с полки. А вот далее ему нужно оплатить. Субтитры создавал DimaTorzok